Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Добрый вечер, любители настоящей, качественной, живой музыки. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. В эфирной студии Александра Хайрулина. Роман Шахов тоже здесь, как всегда. Здравствуйте, друзья. Это программа «Концертный зал». И мы с радостью вам сообщаем, что сегодняшний концертный зал имени Павла Кашина. Привет. Маша, привет. Что сыграем сразу? Ну подожди, мы лучше расскажем, что мы очень рады видеть тебя. Во-вторых, мы, конечно, должны сказать, что у тебя юбилейный год. Весь год же можно поздравлять, искренне поздравляем. В связи с этим масса у тебя событий. Это и гастрольный тур, и фехот-альбомы. Я восстал. Дело в том, что я все время откладывал. Я почему-то чувствовал себя тинейджером всю жизнь. Я не понимаю, как будто я уже прожил. А в 50 я понял, что как-то откладывать неловко уже, нет? Неприлично уже, просто неприлично. Больше я перестал с девушками на улице знакомиться. Ну вот как-то в 49, и 9 я перестал. Скажи, но девушки все равно подходят и говорят, можно ли фотографии. Не, я сказал, ты сказал. Да, подходит. Девчонки, подходите, продолжайте. А я в одном интервью увидела признание Павла о том, что он владеет системой попадания и контроля в снах, и фантазии в снах. Ну, там написали много всего. И не всему стоит верить, да? Нет, мы все же можем что-то, просто у всех разное количество попаданий, в общем-то. Хорошо, мы поговорим сегодня немножечко и о мистике, и о прошлой жизни, Паша, если ты не против. Да, и еще я восстал, знаете, сегодня мы с Сашей, Саша Древель, у нас гитарист из древнего племени молдавских цыган. Я восстал потому, что нам навязывают этот блюз. Но вспомните наши вот деды и прадеды, когда они были либо с одной стороны баррикад, либо с другой, вот в крепостном праве. Они же не просили барреля, не просили, а ну-ка, станцуй мне чечетку, черный мой друг, правильно? Они говорят, а давай в яр к цыганам, правильно? Это было. Слово «богема» наше любимое, оно из Франции пришло, означает оно «цыгане», «цыганщина». Поэтому давайте забросим этот блюз и будем петь под наши цыганские гитары почти семиструнные. Да давайте прямо и начнем, друзья. Да, давайте. У нас всего по одной струне не хватает. Музыкант, певец, поэт, композитор Павел Кашун. А, у нас здесь волшебные наушники есть, знаете, у вас ничего не изменится, а мне приятно. Пятнадцатый год, шестое апреля, солнце забило собою все щели. Я один не спешу по улице, каждый прохожий немного волнуется. Вот в блесках желто-весеннего фона, мальчик засосанный в дырку айфона. На солнце греются сонные киски, девочка в парке учит английский. Лайф из бьютифул, лайф из бьютифул, лайф из бьютифул. Рыцарь Из всех этих дней, что я прожил на свете Сегодня я понял, зачем нужны дети Зачем в переходе скрываются маги Под видом цветочницы или бродяги И я непредвзято шагаю по улице Каждый прохожий немного волнуется Солнце залило собою все щели Пятнадцатый год, шестое апреля Beautiful, life is beautiful Life is beautiful Это утренняя мантра, в принципе Life is beautiful Life is beautiful Life is beautiful Один раз поешь с утра и целый день Хороший Life is beautiful Абсолютный лайф, дорогие друзья, и от этого на душе beautiful Я уверена, мы должны сразу рассказать о предстоящем музыкальном, очень важном событии, столичном Это, конечно, концерт Павла Кашина Паша, расскажи, пожалуйста, подробнее Впервые в московском мюзик-холле мы выступаем полным составом Саша будет со злой гитарой, не с акустической, а со злой, с кучей примочек, с барабанами У нас ужасный злой барабанщик Я тебе бы набрал таких злых музыкалов Клавишники, два штуки И мы 11 октября будем в мюзик-холле играть Второй концерт, который я бы отметил, это 26 ноября В Люстробаре мы представим новый клип Это в Санкт-Петербурге Где я фехтую, я же потрясающий фехтовальчик, сценический, правда Я не знала Знаете, чем сценический фехтовальчик отвечает? Нет, Паша, ну-ка Ну это как актер, он злится, но не в заправду Почему мы актерам не верим? Потому что сколько правт они за день проходят, да, за месяц Они уже не знают, кто они, правильно? Так и я потерялся в этом клипе Ну подробнее клип Мы поехали в деревню, где есть дома то ли 11-го, то ли 17-го веков Где такая деревня? Скажи, люди, которые нас слушают и смотрят, могли бы тоже туда поехать? Я по западной трассе ехал Как она называется, ты не понимаешь? Она называется какой-то виллдж-виллдж, там, лаунж-виллдж Ну знаете, как сейчас все деревни называются Ну да-да-да Вот, и хозяева этой деревни накупили себе костюмов Все из опасных связей Вот, и я играл главного героя опасных связей Хотя я внутри не такой совсем Подожди, то есть эта целая деревня стала локацией для съемок клипа Более того, все... Реальные жители Все пейзане, все крестьяне, ну как крестьяне Оделись в чулки, в башмаки Я сражался с хозяином дома, в котором мы остановились Ну это должны же быть какие-то даже часы, наверное, постановок, тренировок Нет, зачем? Если, понимаете, с шпагами просто Чем быстрее машешь, тем их меньше видно, понимаете? Надо на лице изображать, какой был мощный удар, понимаете? А тот... Ну подробности мы скоро уже узнаем Это находка просто, находка сейчас для многих артистов И каждый для себя отметил О, в следующем клипе у меня будут шпаги На самом деле это моя помощница Она так хотела на опасные связи снять А у нас договоренность Я не думаю ни о чем И вписываюсь в то, что более-менее не сломает мою веру в людей Паш, на концертах будут хиты, будут новые песни Что за репертуар? Хиты тогда, спасибо Хиты, хит, ну а как? Нет, Леночки Знаешь, больше будет из предыдущего альбома Который называется «Талисман» 14-го года который Вот, да Хотя я люблю уже из будущего, который мы сейчас записываем И мы даже, наверное, споем песню «Рассвет после болезни» Из будущего альбома, если хотите А у нас эта песня уже в эфире есть Так что мы хотим ее послушать Скажи-ка сразу для фанатов Когда пластинку ждать Я надеюсь, что к весне Два слова предыстории Я занимаюсь иногда переводами с французского, с английского по поэзии О, это отдельная такая история Красивая И иногда заглядываю в итальянский И там я нашел потрясающие стихотворения 14-го века Когда он говорит «Италия, моя любимая страна, ты когда-нибудь поднимешься с колен» Я думаю, а почему мы в России не пишем так про нашу страну? Мы что вообще? Какие-то родства не знающие, что ли? Я написал песню, которую я, честно говоря, горжусь безмерно И я горжусь, что у нас в эфире такая песня, правда Ну, давайте тогда мы послушаем Раз, два, раз, два Где-то на земле, как рассвет, после болезни Поднимается великая страна Болотые зеркала на дне кромешной бездны Отражает наши сны, когда война Учила нас улюбить и знать, что только гнят Любви честней, что жизнь полнее Лишь в танце на земле врага И качий гар войны бросал нас, как поленья В топку дней, и мы, сгорая, оставались на ногах Где-то на земле, как рассвет, после болезни Поднимается великая волна Темная страна проснулась, как невеста Ото сна в другие времена Когда любить, когда ценить Любовь мы стали понемногу Когда спускаться некогда В звери с наших зол и наше солнце И мы под ним игрушки Бога И сердце наш единственный посол О! Субтитры сделал DimaTorzok Где-то на земле, как рассвет, после болезни Поднимается великая страна Спасибо Студия 89,9 Концертный зал Еще раз огромный привет тем, кто слушает и смотрит телерадиоканал Страна ФМ У нас продолжается программа «Концертный зал» Сегодня в гостях у Страны ФМ Павел Кашин Паша Восхитительный человек Буду сегодня хвалить и говорить комплиментов Ну сколько хватит времени, пока меня не выведут сюда В том числе еще и потому Для меня, скажу честно, что ты абсолютно откровенно Во-первых, рассказываешь об этом А во-вторых, потому что ты это действительно совершил Ты рассказываешь о том, что ты книги-то начал читать Только после армии Окунулся глубоко вообще в поэзию Не только в поэзию И в художественную литературу В какую-то прозу в том числе И до такой степени начитался Что потом самостоятельно изучил еще и Сколько всех языков Помимо английского Слушай, вообще языков много выучить нельзя Даже наш известный Петров В активе у него 8 языков А 208 в пассиве В таком, который нужно понимать Сколько в активе, да, у тебя Английский, понятно, был изучен в Америке, да? Когда проживал 2 года В Лондоне сначала Потому что я в Лондоне шил до этого Потом в университете я изучал Английско-американскую поэзию А французский просто я читаю с утра Что-нибудь по-французски У меня как-то хорошо на душе Как-то так хорошо И не просто же читает человек Человек в оригинале и занимается переводом Вот почему Дело в том, что французы Они хороши с поэзией действительно Потому что если Я пытаюсь что-то из англичан-американцев переводить Но они сразу взяли себя За моду ничего не рифмовать Потому что у них язык жесткий В смысле окончаний В основном существительными Глаголы с глаголами И это так скучновато Не развернешься Хотя можно там находить какие-то Но они поняли, что все в тупик И дальше все белый И стих Вот А французов Очень приятно переводить Рэмбо Который В общем-то Очень русский по душе Наверное где-то Вот как всякий русский Он до 20-ти все написал Потом занялся мужским делом На работорговле Ну это тогда было принято Да Мне кажется сейчас просто В новостях меньше об этом говорят Да Ну может быть Может быть мы не все знаем Да Ну и так Весь рэмбо переведен тобой Нет Только то что Причем я надо сказать Причесывал Потому что Те формы В которых пишут французы Они любят цифры 5 3, 7 А мы любим 4, 8, 6 Я все-таки Дело под русское ухо Больше И надо сказать Что В смысле популяризации Это лучше И даже люди Которые хорошо знают рэмбо Говорят что В этом веке Рэмбо звучит Чем переведенный В прошлом веке Есть же и песня у тебя Да У меня несколько песен На рэмбо На стихи Ну именно конкретно Где ты берешь Прямо перевод Прямо Сон солдата Или пьяный корабль Вот клип будет снят На пьяный корабль Как раз новый клип Да Посмотрим на пьяный корабль Ну это здорово В следующий раз Мы обязательно попросим тебя Исполнить ее живьем Ну Следующий Там одна проблемка Пьяный корабль Как получился Для Андрея Соколова Для фильма Я написал музыку С оркестром Там дудки Вот Геликон Вот И Думаю Что-то в музыке Пропадать что ли А здесь Перевел я Рэмбо Просто так Для души Я так начал читать И так хорошо Получилось А думаю А чем мне песни Паш Ну есть же Шарль Бадлер еще Я всех там перевел Юго Всех там перевел У нас Юго знают Как Писателя в основном Но Французы считают И не напрасно Что он поэт Я думаю Что только поэт Мог хотеть Переназвать Париж Своим именем Правильно? Ну а почему нет Скромный человек Ты когда в Гюго был? Я только из Гюго приехал Паш Ну вот что касается Твоего самообучения Саморазвития На сегодняшний день Ты что-то просто Продолжаешь познавать? Да конечно Я по принципу Знаете Я понял Что самые главные знания Те которые помогают Убежать от Альцгеймера Это не изучение Математики Глубоко Например А знания Во всех областях Ровно настолько Чтобы поддержать Разговор с любым Человеком На уровне Чтобы за диеты Не пройти Вот Знать новости Знать Я даже знаю Героев сериалов Которые я не видел Слушай Ну скажи пожалуйста Старстрим Это Красный собеседник Десептикон Или это Автобот Вот Для меня Конечно Так не честно Нет Десептикон Знать На следующий раз Когда спросят Говорить Паш Сейчас мы ждем От тебя песню И после чего Продолжим общаться Иногда мне кажется Что Слишком много Компьютера В моей голове Давай Наушники Наушники Вот он помнит Саша уже в наушниках Да Раз Живой звук друзья Три Четыре И каждый день И каждый час И каждый час И каждый блок И каждую частицу нас Наполнил виртуальный блок Я решился на побег Я разучился на бегу Я виртуальный человек И я так больше не могу Я верю в каплю На стекле Я верю в запахи и сны Я верю в кофе на столе Я верю в запахи весны И посреди медийных ряг На виртуальном берегу И виртуальный человек Я так больше не могу И каждый день И каждый час И каждый чат И каждый блок И каждую частицу нас Наполнил виртуальный бог Я решился на побег Я разучился на бегу Я виртуальный человек И я так больше не могу Александр, вы прямо чуть не расплакались Как будто Или актерское мастерство Это тоже есть, конечно, несколько Но в данном случае Это было искренне Абсолютно, да И мне показалось Прямо, как многие задумались Многие, кто еще нас смотрит И слушает Все-таки о своей виртуальной жизни О своем виртуальном мире Александр, вы знаете что? Я сам веду некоторую передачу На телевидении И на маленьком телевидении Который смотрит моя мама И я там раскрываю тему счастья широко Потому что я все знаю о гормонах Там у нас есть четыре гормона Пряника и одна плетка Но потом И я там рассказываю о том Как я отказался от того Чтобы писать в компьютере песни Я теперь пишу рукой И вырабатываю красивый почерк Каллиграфия И это делает меня счастливым Надо сказать, что Ученые считают Они всегда считают Что они знают людей Что человек радуется песне Не когда она красивая А когда он ее узнает В момент узнавания Ну вот Наверное, как мама ребенка Вы можете Ух ты Узнаваемый ребенок лучше Так же Мы когда читаем по-французски Раз Слово Любимое Приятное Узнавание Узнавание Даже когда ты знаешь Всего пять слов Когда ты слышишь Ух ты, как здорово Вот И Я вот теперь Перешел на вот этот Жуирский стиль жизни Пишу рукой Разговариваю по телефону Паш, я вчера была Не по спичному Кто помнит спичный телефон? Паш, ну в банк же ходишь, да? То есть интернет-банкингом Не пользуешься? Слушай, я ходил До недавних дней буквально Пока Мне не пришлось Все-таки заплатить Мне женщина Которая хотела Продать шляпу-цилиндр Она так Хотела Вот И она Взяла И сама за меня Все ввела И оказалось, что все просто Денежки уже На ее счету оказались В цифровой мир Паш, я вчера у тебя была в гостях Признаюсь честно Немножко Дома У тебя дома Благодаря интернету Ему Батюшке Собственно Ты Пустил журналистов к себе Я правда не знаю Сколько это было давно Быстренько Так они у тебя Прибежались по комнатам Ты все рассказывал Ты был абсолютно В нормальном Адекватном состоянии Это факт В общем И рассказал Тут удивительные вещи Все в твоей квартире волшебно Там там пожалуйста Есть и даже маятник Который отвечает на вопросы Слушай А в каком Из домов Потому что Есть такая привычка Высотка Высотка Московская высотка А это было в прошлом веке Или в этом же Тебе видней Паш Где-то пять домов назад Вот оно что Поэтому ты так легко Пускаешь журналистов к себе Потому что знаешь Ты там долго не задерживаешься Более того Знаешь Сказали что не расстраивайся И все еще наладится А четыре сказали Да нет Ты живешь в таком доме Вот У тебя там стоит Коробка с волшебными камнями Такого цвета стены Точно я это тоже все видела Что это за балкон такой А у меня там терраса Терраса Да Потрясающего вида А куда я даже балкон Поставил бассейн изначально И барбекю Да там Но это вообще надо скрывать Поехали Мы на несколько секунд Прервемся Паш Прости И после этого продолжим общаться Оставайтесь с нами Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина И Роман Шар Друзья мы продолжаем Напомню что В гостях у страны ФМ Павел Кашин И рассказываем то Что нужно на самом деле Скрывать Как признается наш гость Итак Паша Терраса Дом Высотка Волшебные камни И маятник Ну маятник он у всех есть Ты используешь? У меня нет например Кометраномы Или что это? Расскажи Я людей обучаю быстро Я беру 5 берматов Знаете Нет У русского названия Для этих предметов нет Почему мы не придумали То куда мы ставим кружку Подставку Подставка под горячее Под холодное Кружечник Вот эти картонки Беру 5 картонок Кладу 5 копеек И при мне люди находят спокойно Маятник 5 копеек Говорят что можно найти больше денег При помощи маятника Но ты часто обращаешься к нему Чтобы принять какое-то решение Или узнать какой-то ответ А у вас эта тема не табуированная разве? Нет Почему? А Ну ладно Ну как нет Не часто Я когда хочу просто Подрулить ситуацию Когда чувствую Что много как-то Неприятного И Раз И так Приятно все Мне невероятно понравилась Твоя история Твой рассказ Про путешествие в прошлую жизнь При помощи гипноза Не секретная же Это тоже информация Которую нужно скрывать Нет Почему? Где ты расскажешь Ты был Рунолог Если не ошибаюсь Руномастер Руномат Название То они не уговариваемые Незачем Руномастер Руномастер Вот И Я могу вам сказать Что После похождения В прошлые века Вы можете А ты одну только жизнь посетил Или нет? Четыре Можете проверить Был ли там человек или нет Потому что Если он написан Как в кино Он видел То конечно вранье Конечно Все без зубов Все в оспе Все грязные Все вонючие Вот И В одной жизни Ко мне Германский Король На Паланкине Приезжал Чтобы сделать руны Паланкин Содранный По стилю С римлян Только сделан Очень кондово Зато крепко Наверное Да Той степени Злобности В лицах Я вот В нашей жизни Уже не вижу А А три еще жизни Там-то кем был? А Да Зажиточным Очень зажиточным Хозяином Вот С той стороны Баррикад Так Хорошо Вот Где Просят одну станцию И чечетку Черные Друг Вот А Россия не было В этих Воплощениях? А там же Дело в том Что ты начинаешь Смотреть с ботинок Вот И на свою одежду По одежде Не рассвет Никакая Вообще По лесам Чувствуются Германские леса А там Где-то Шотландия Тебе Эти знания Что-то дали? Уверенность какую-то Я не знаю Что-то ты обрел? Лучше себя понял Да Но Вообще Я Осознаю Не только из-за этого Что Мир многовариантен Вот В какой веник Ты поверил Как Будда говорит Тот и будет Тебе помогать В принципе У нас очень хорошие Символы На которые мы молимся И что нам Желаться Ой У нас сегодня гость Просто прекрасный Павел Кашин Давайте поем что-нибудь Давай Следующая песня у нас Откуда? Море Море Где Вот как правильно Компас или компас Или Наверное компас И моряки скажут Нет компас Мичман или Мичмана Мориманы Свет любви В конце тунеля Нас приводит На манеж Кто ответит Нам надели Нам надели За несбыточность Надежь Море Нам обещали Море Море Нам обещали Море 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 Нам обещали Море Ах, это не избыточная мечта С раннего детства Стать моряком Ходить в море А что тоже информация Которую ты часто С удовольствием рассказываешь Слушай, а похоже Я был все-таки В одной из жизней французам Французским поэтам Потому что Они сочиняли Свои стихи Про три стихи Море Любовь Огонь И женщину Вина не было Вот Вот если прочитать Гюго Или кого-нибудь там все Альбатросы Моряки Или женщина А откуда твоя любовь Тогда к Италии К Венеции А вот говорят Что я еще В Венеции жил Это причем У меня есть подруженца Армянка такая Вот прямо Горная Которая Ну если мы можем говорить О ясновидении То она говорит А пойдем Чуть-чуть-чуть Я прошел в Венецию И она со мной Все Сказала Смотри И я понял Что я был в Венеции Я это понял Еще когда приехал в Венецию И без карты Знал каждую улицу Просто Просто когда ты ходишь По своему городу Ты просто все в нем знаешь Что ты в Венеции делал Паш Вот В то время Ты кем Трудился Я был подкуплен Я влюбился В одну девушку Модель Вот И я очень хотел Поехать в Венецию И говорю Поехали в Венецию Вот Она Она знала Что это только в Италии Больше она еще не знала Об этом И Я говорю Только осенью Да Потому что летом жарко Я говорю Я люблю когда жарко И мы в июле приехали И она вышла на трап Ой а что так жарко Вот И она дальше ездила Из Венеции на шоппинг А я ходил по Венеции С немцами С ирландцами И с прочими А там надо сказать Что Видать меня помнят Потому что нас приглашали Все венецианты Во все дома вообще Я не знаю Как это так Ну потому что Они все очень любят русских Потому что они в общем-то Сидят тоже из нашей культуры Ты был с англичанами Ирландцами И прочими немцами Ну они тебя знают Конечно знают Мне кажется да Мы вот про девушек Немножко заговорили Я хочу вот что спросить Ты рассказывала Что ты один раз был женат Но влюблялся Очень много раз Так это сложно Потому что по научному Нельзя сказать На какой стадии Ты можешь сказать Что ты влюблен Ну скажи пожалуйста Не один раз далеко А вот когда отношения Заканчиваются Они у тебя каждый раз По обоюдному согласию Или ты принимаешь решение Или каждый раз по разному Что происходит Почему они заканчиваются отношения Как у Шейхспира Влюбленные Волшебным образом Как все пройдет Волшебным образом Я не знаю С кем-то я становился Друзьями Потому что У женщин же бывает Только два типа друзей Мужчина Который ожидает Что женщине станет плохо И она все-таки придет К нему Поплакать на плече И вот В минуту слабости Вот она владеет А второй Это когда После любовного романа Вам так весело Что хочется Тусоваться вместе Уже просто так Ну что Любопытное мнение Спасибо За это мнение У нас следующая песня Паш Что это будет Сопроизведение Звезда любви Минувших лет Она так ясно Говорит О том Что не погас Сердечный свет Восстала и горит Семью лучами Устала и болит В моей груди Пришла и говорит С разверстыми очами О том Что будет счастье Впереди Восстала и горит Семью лучами Пристала и болит В моей груди Пришла и говорит С разверстыми очами О том Что будет счастье Впереди Моя звезда С попутным ветром Свою любовь Свою любовь Мне отдала А вместе с ней И ярким светом Немного боли И тепла Восстала и горит Семью лучами Пристала и болит В моей груди Пришла и говорит Бессонными ночами О том Что будет счастье Впереди Восстала и горит Семью лучами Пристала и болит В моей груди Пришла и говорит С бессонными ночами О том Что будет счастье Впереди Браво! Паш, скажи, пожалуйста, будучи ребенком, ты сразу поверил в свою звезду? Слушай, я Вообще Ощущение было, что Мне Продает Дохлого ежика Вот когда Рассказывает про Вот все истины Но Если говорить о школе То я действительно Чувствовал, что Вранье Что две параллели Не пересекаются Никогда Они пересекаются И Эйнштейн Был со мной Одного мнения Потом Вернее до меня Просто от нас скрывали Что дважды два не четыре Вот И квантовая Математика говорит Об этом А в юности Как-то со мной Сюсюкали А я думал Чего вы со мной Сюсюкаете Я же взрослый человек Вот Я вижу вашу боль Потому что Человек Это вообще Кладезь боли Нет? У каждого есть Конечно свое Безусловно Ну я думаю Что в этом есть Доля истины Просто кто-то Может быть Не обращает на это Внимание Кто-то только На это и обращает Ну а американцы Вообще Мы ошибочно Опять же ошибочно Считаем Что они такие Все забавные Веселые Ну расскажи Ты два года С ними Если у них Отобрать весь Прозок Мы даже не знаем Что только Прозок Ну да Это антидепрессант Это самый Мощный Самый популярный Классика такая Уже всего И они сразу Яхо А если нам дать Так мы вообще Будем самые улыбчивые Ты что? Я очень люблю Знаешь что Паша В тебе еще Твою любовь К нашей стране Потому что Как ты тоже Смотрел и слушал Твои интервью Ты говоришь Что ты А вот у нас Такая страна Такая Ну я ее люблю Как же ее Как-то общее мнение Было такое А потом я подумал Как-то Да что я слушаю всех Вот именно Я же знаю больше Гораздо Чем все остальные Еще с детства Я знаю про параллельные Пересекающиеся И так далее Ну вообще Конечно Конечно Демократия Немножко неправильно Понимается Потому что Демократия Изначально была Она среди Граждан города Вот потому что Не все там принимали Часть Я сейчас даже Не имею ввиду Женщин только Вот Надо демократию Между своими друзьями Устраивать Вот я и два друга Так считаем И наша демократия Так посчитала А то что думают Вот Остальные люди Это все таки Надо уже рассматривать Это здорово За это тебе Большущее спасибо Друзья Друзья Скажи пожалуйста Сложно ли стать Другом Павла Кашина Слушай Вообще Швили Которого я не могу Выговорить Которого мы знаем Как Акунин Он говорит Что писатель Не обязан быть Симпатичным Человек Он должен Хорошие книжки писать Я считаю Что если бы я нашел Такого друга Как я Мне бы больше Ничего не надо Вообще Ты не встречал За свою жизнь Ни разу такого человека Ну хотя бы Приблизительно похожего Ты знаешь Вот По степени В хорошем смысле Сумасшествия Я встречал Таких людей Действительно Вот По-моему Он был Американский шпион Можно ли это Говорить Но этого никто Не знает До сих пор Раз это до сих пор Никто не знает Значит хороший шпион Правильно А женщина Насколько должна быть Сумасшедшая Вот степень Это Как-то Ее можно определить Женщина Это Понимаете Я не могу Против этого Заговора идти Потому что Это очень Большой заговор Вот все эти Комнаты 30 Это детские лепят По сравнению С женским заговором Можно я посижу так Нет Значит Какой Паш С песней Посидеть Паш Давайте Настю Вот Раз Настя Спасибо В наушниках Будет лучше Знаете Это очень Старая песня И Когда в зале Так Одна подружка Другой Значит Настя В твоей квартире Чистота В твоей квартире Грознота В твоем камине Настя Не достает Огня И может Быть Для счастья Немножечко Совсем Чуть Чуть Меня Дам Дара Дара В моем Дому Живет Платон Петрарка И Наполеон Если ты Накроешь На шесть Персон Я приду К тебе Первым Слышишь Как бьет По крыше Слон Я приду К тебе Слышишь Настя И Раскрашу Оранжевым Весь Твой Дом Дом Дара 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 Браво По поводу цветов Это правильно показала На моей передаче Мы всевозможных волшебников приглашаем Паша Глоба у нас постоянный Астролог Астролог Не сказать что волшебник Говорим о цветах О степени сумасшествия каждого человека В зависимости от того что он надел Например черный Черно-белый скажи Что можно сказать Это очень стильный мужчина На который можно положиться Лет 50 Который выглядит вообще на 20 Вот это же Это действительно Это вообще отдельно Огромная Огромнейшая тема Паша Честно У нас сегодня были Прекрасные поэты молодые Из Питера Марина Готова Она говорит У вас вот сегодня Паша Как же он выглядит Вот так вот И все у нас как один И я подтверждаю Спасибо Ты очень милая женщина Александра Паша Что это скажешь Бокс Или что-то еще Какие-то другие Занятия Вообще была тема Я сказал что В Америке Было Такое исследование Когда первые только Начинали со стволовыми клетками Еще никто не знал Как поросят В этом задействовать Вот И меня взяли Бесплатно Как бы Вот Но потом Как-то эта тема ушла И на самом деле Знаете Высыпаться И иметь чистую совесть Это главное Слово вообще И это правда И это кстати Не так просто сделать Высыпаться И иметь чистую совесть Что сложнее Друзья Высыпаться Или чистую совесть Высыпаться Когда ты спишь Шесть часов В общем-то Потому что Долго не надо Нормально То есть тебе хватает шести Вот А если мы серьезно То действительно Есть очень Хорошие Наработки Я же разбирался Потому что Спорт он не должен быть тяжелым Он должен быть красивым Все движения Должны быть физиологичными И если вы поймете Что бокс Например Это один из самых Физиологичных Видов спорта Потому что Посмотрите на гориллу Как она идет Она идет в принципе Боксерскими движениями Все движения Нет ни одного Как в теннисе Чтобы коленки В другие стороны В боковые бежали Почему они все С коленками перебитыми Все движения Разгибатели Сгибатели Работают правильно Вот И еще говорят Что очень много Надо феромонов От другого пола Нюхать И гормоны Ну в общем Надо жуиром быть Именно нюхать Именно слушать Да? Впитывать Слушаем мы запахи А феромоны Все-таки нюхаем Паша Ну наконец-то Я поняла В чем разница Насколько ты себя ощущаешь? Ну вот так вот По инфантильности Где-то на 20 А по взрослости Вот Я же говорил Что в 49,9 Я перестал Знакомиться с девушками На улице Я взрослый человек Но все равно 20 Мы с тобой общаемся Действительно Абсолютно молодой человек Спасибо Я не знаю Даже Стыдиться Или что Но Мы восхищаемся Паш И многие Зрители Слушатели страны ФМ берут пример Будем заниматься спортом Кстати Какие еще виды спорта Физиологичны Кроме бокса Вот по-твоему Боюсь Что только ходьба И плавание Выбор невелик Но однако же Есть Слушайте, ну это действительно Для человека Когда-то Это было очень важно Ходьба именно по серебряному буру Где нет асфальта Потому что Асфальт убивает Все После чего Чувствуете Плохую усталость Все плохо Есть ли продукты Которые ты Не допускаешь В свой рацион Вот сегодня я подумал Знаешь Я пол жизни прожил На пельменях В магазинных И потом вот эта вот Вся штука Из телевизора Перестань жрать Они же такие классные Я так хорошо себя чувствовал Ты сам лепишь Сам делаешь Да нет Я выбираю там Какие повкуснее Все Там же разница в том Что можно их много Сожрать А можно Их Причем хорошо считать Очень удобно Сколько еды Восемь пельменей Восемь пельменей Да Так и что ты прекратил Есть пельмени Я вот сегодня решил Развязать И снова Опять начали Есть пельмени Я сегодня пойду куплю пельмени Прямо после вас А ведь с другой стороны Если они доставляют Радость еще И эмоции такие приятные Мне кажется Я столько раз слышал Про пользу оливкового масла Потом про вред оливкового масла Потом про пользу Про сливочное Больше правда Вот Сейчас все решили Что хорошо сливочное Альгино еще лучше Я помню Мы в спортивном лагере Ели его как Прямо как Эти Богатыри Вот И чувствовалось Прекрасно Я думаю Что до 25 Вообще все можно Это правда Если вы не успели Записать рецепты Долголетия Красоты и молодости У вас будет возможность Еще раз Это все внимательно послушать В воскресенье Повтор программы А пока прямой эфир Программа концерт и зал Павел Кашин у нас в гостях И мы С удовольствием Послушаем еще песню Горд Вообще конечно Не про пельмени Самое главное Не злиться Я даже нашел Чудесную короткую молитву Когда Чаще с женщинами Я чаще с женщинами Просто общаюсь Когда вижу Что она прямо Скверная по характеру Я думаю Господи А зачем ты общаешься С такими женщинами Ну бывает Жизнь непредсказуемая Александра Я думаю Господи Слава тебе Что она не моя женщина Ты не достроил На песке Безумно дивный И чудный город А я спешу к тебе Но он, увы Тебе уже не был дорог Ты забыл бы Постепенно обо мне Но я достроил Но я достроил снова Твой безумно дивный И чудный город Ты пошел войной На мой безумно дивный И чудный город Ты сравнял с песком Мой безупречно Дивный и чудный город Ты забудешь Постепенно о войне А я построю снова Твой безумно дивный И чудный город Ты с головой ушел Войной Твои глаза Ожирает порох А я открыл окно Быть может Ты услышишь Звуки хора Ты забудешь Постепенно о войне И миллионами огней Тебя прельстит Мой чудный город Ты не достроил На песке Бездумно дивный И чудный город Студия 89,9 Концертный зал С Александрой Хайрулиной И Романом Шар Друзья, мы снова в эфире Вы слушаете и смотрите Страну ФМ в гостях У нас Павел Кашин И услышали мы все Слова про саксофон Который произнес Паша Все знают эту историю Ты научился играть На саксофоне Самостоятельно В годы Службы в армии Ты хотел сказать Войны Нет Там такая была армия А то знаешь У тебя непростая Баян Один инструмент В котором тоже владеешь Благодаря образованию Баян Плохо для здоровья Не надо А саксофон Продлевает жизнь А баян Ну Во-первых Остях Андрос Сразу Левая рука У тебя просто Тупо убивается Вот Не физиологичные В общем Баян ты не берешь С тех самых пор в руки Для женщин Духовые инструменты Знаешь почему хороши? Легкие Кислородом Потому что мы же Мы же так же качаем лицо Спокойно Только с саксофоном Это еще и деньги Ты зарабатываешь Пока А если ты Такая Раз с саксофоном Часок поиграл И лицо Натянулось Слушай Ты же его освоил За две недели Если верить Биографии Там где я был Знаешь Как эти крокодильчики В цирке Там быстрее осваивают Экспресс-метод Вооруженных сил Да Кстати вот Хочешь научиться Наври в армии Что умеешь играть На саксофоне И научишься Моментально Научишься Да Есть что-то Чему бы тебе Еще хотелось Научиться делать Что делать Слушай Если честно Список очень большой Правда? Я каждый раз бросаюсь Меня останавливают Мои близкие Чтобы Я не вписался По полной Потому что я вписываюсь Потом понимаю Что Я хочу этим заниматься На высокопрофессиональном уровне А лучше чем стихи Я пишу Я не смогу этим заниматься Ну хотя бы что-то Из этого списка Да Хочется узнать Что Чего ты хочешь научиться? От Альцгеймера В следующем Например году Вот Что у тебя там? Да нет Я все как-то Я так наладил Свою жизнь Если бы вы знали Как я поминутно Выстроил свою жизнь Шелдон отдыхает Сразу это получилось? Скажи Вот Нет Лет 50 уходит на это По-прежнему Твой день строится Начинается с того Что ты в 6-7 утра Кофе Да Написание стихов Кофе Теперь только уже С сырниками Обязательно Ну не с пельменями Зато Потому что Да Нужно было больше кальция Вот И смотришь Кусочек Сериала Подиум Пока ешь Потом Смотришь Сериал Какой-нибудь Типа Этот Даунтон Для вдохновения Паш Или что для Отдохновения А потом ты садишься писать? Потом ты читаешь По-французски По-английски По-немецки По-немецки Очень хорошо Потому что Вот там ты сразу понимаешь Что мост хорошенько Взбодрился Вот Я понимаю Почему Мы серьезно Относимся к немцам Кто говорит на таком языке Кстати Как и русские До До 19 века До 20 В хороших семьях Западных Посылали детей Учиться Немецкому Или русскому языку Потому что Только Выучив эти языки Можно хорошенько Научиться думать И думать Структурировано Подожди То есть на английском Это сложно делать Английский Кто из вас знает Вы понимаете Что там Вот можно все Можно так сказать Там же Чем неправильнее говоришь Тем лучше Там Стандарт Неправильное говорение Примеры какие-то привести что ли Приведи I feel good Я чувствую себя хороший Правильно I feel well Но Все будут смеяться Паш Сегодня наша встреча Проходит в день учителя По всей стране Празднования Поздравления Вот ты Нет Хотя И его тоже Почему нет Ты кого-нибудь считаешь Своим учителем Ну если не возьмем Даже школьных учителей А просто пожизна По большому счету Мы не встречаем Не учителей вообще Каждый человек В легкой манере Все нас поучают Вот У меня есть Ну знаешь Все-таки Как у Пушкина Пушкин когда умирал Он прощался со слезами Только со своей библиотекой Потому что В книгах Мы находим Тех собеседников Кого мы хотим А никто Готов нас терпеть Что ты порекомендуешь Почитать Паш Слушай Миллион всего Вообще Крамольная Вот я считаю У женщин Учебник для мужчин Это страшная крамола Но если ты выйдешь Из этого иллюзорного мира Однажды ты не вернешься Вот тебе красную таблетку Или синюю Как в матрице Помнишь? Подумай хорошенько Нам лучше песню твою Паша Лучше песню Хорошо Давай подсолнух Подсолнух Отлично Солнце выходило из-за гор До сих пор До весны Я так не верил в солнце И я вчера играл с детьми луны Мудобор Превращаюсь нынче в сына солнца Эй, Валер Голуб, Валер Мне тридцать лет неполных И я стою И на краю Стою, пою подсолнух Я иду, шагаю налегке Вдалеке В высоке По головам кумира Я рисую на свою беду На ходу На руке На самой пясти мира Эй, трубач Труби подъем Я нынче командиром А споткнусь Иди, не трусь Ступай по мне По миру Эй, Валер Голуб, Оле Мне тридцать лет неполных Я стою И на краю Стою, пою подсолнух Павел Кашин Дорогие друзья 11 октября Концерт в московском мюзик-холле Приходим 26 ноября Концерт Премьера клипа Пьяный корабль Люстра Бар 25 лет С момента выхода Альбома Гномики Да 20-й альбом Должен появиться Как ты нам Появился 4 марта В 17-м году Мы про 21-й Уже говорим Ты когда Признался Что тебе Немножко стыдно Ну или ты читаешь Глупыми, нелепыми, смешными Стихи Раннего твоего Периода Творчества А на сегодняшний день Тебе самого себя Удается удивить Стихотворением Строчками Песнями Слушай, удивительно Но да Постоянно Я Вот Если кто-то придет 11-го числа Я там буду петь Новые песни Москва 17 Со следующего альбома Уже Да, со следующего Там Москва 17 Это просто Мне кажется Очень круто Это новое слово Или Соткан из света Я Тут всегда выбор Можно Похуже написать И будешь попопулярней А можешь Получше написать Будешь менее популярный Навсегда будет радостно петься И я всегда иду По второму пути Ну и все-таки у тебя Получается верный Почитатель твоего таланта Слушай, вот С этим мне свезло И надо сказать Они слушают CD Это так здорово Я выпустил флэшки Какой там Скупают CD Уже несколько Ну ты начал с винила По-моему А флэшки первый тираж со мной Что? С винила начал По-моему Да, но С винил Закончился Нет Не нужно заканчивать Ты что, боже мой Винил сейчас опять в моде Ну это так Вот ты и мой друг Скажи, пожалуйста Сколько у тебя песен В загашниках Потому что у тебя Невероятная производительность Нет, ну у меня Где-то Песен 250-300 Иногда я нахожу Действительно старую песню И она мне так начинает Нравиться здорово Я даже сейчас начал Мне присылают И я смотрю здорово И начинаю петь их опять Мне так здорово Потому что я Буквально годовик программе Пересмотрела огромное количество Интервью Паши В том числе там Самые первые какие-то Ну где там Совсем-совсем-совсем Юноша такой Все сложно работать Если ты одни интервью Слышишь когда-то Читать успеваешь Да, вообще я частенько Пересматриваю интервью твои Я хочу сказать Что человек Собственно Ну практически не меняется Вот в своих главных Каких-то принципах В главных взглядах Это прекрасно Спасибо большое тебе За то, что ты у нас такой есть За то, что ты делаешь Расплачусь 40 секунд Буквально всего лишь Поэтому хочется еще раз Вас поблагодарить Спасибо большое, Саш За сопровождение Еще раз хочется пригласить Всех 11 октября На концерт Павла Паш, ну а тебя будем ждать Уже у нас с премьеры клипа Слушайте Хочется смотреть Тебя со шпагой Если говорить о книге То «Опасные связи» Она хороша И на французском И на русском И в фильм И просто ее читайте И научитесь говорить И по-русски И по-французски Спасибо Ну хорошо Мы тогда сразу В книжный магазин Или где-нибудь в интернете Будем искать